75-е годовщина победы в Великой Отечественной войне. Именно к такой теме приурочены рождественские чтения в 2019 и 2020 году, которые прошли во всех регионах России. В Центре культуры и молодёжной политики города Десногорска состоялось подведение итогов муниципального этапа пятых рождественских чтений. Для приветствия и выражения слов благодарности от лица главы Десногорска Андрея Шубина выступила его заместитель Юлия Галякова. Я выражаю слова благодарности организаторам данного мероприятия, а также педагогам, обучающимся, представителями общественных организаций, духовенству города Десногорска за проделанную работу. Желаю вам успехов и плодотворной работы. Педагоги, организаторы и участники рождественских чтений были награждены почётными и благодарственными письмами. Благодаря им в Десногорске был проведён ряд мероприятий с 30 октября по 18 ноября. Ступникова Екатерина Валерьевна, педагог-психолог детского сада «Ласточка». Участниками чтений «Великая победа. Наследие наследники» были школьники, воспитанники детской художественной и музыкальной школы, дома детского творчества и сотрудники учреждений культуры. А также активное участие приняли и детские сады города Десногорска. Каждое мероприятие и каждый его участник в рамках такого проекта стал сопричастен ко всем событиям, которые происходили в годы войны. Все мероприятия, которые проходили в рамках этих чтений, они были посвящены как раз таки тому, чтобы молодому поколению, нашим и дошкольникам, и школьникам рассказать о значимости этого события и снова вернуть взоры к истории нашего народа, который ценой неимоверных усилий, колоссальных жертв одержал эту великую победу. На концерте выступили творческие, танцевальные и вокальные коллективы города. А также на торжественное мероприятие был приглашен почетный гость – ветеран войны в Афганистане, председатель Десногорского городского совета ветеранов войны и труда Игорь Журавлёв. Он рассказал о поисковых отрядах города Десногорска и об их колоссальной и святой работе. Протеерей Виталий Сладков поблагодарил Игоря Владимировича и подарил образ иконы Божьей Матери – заскание погибших. Хоть вы и сказали, что единицы обретают имена, но всё-таки эти останки наших солдат, которые вы поднимаете, эти безымянные кости, вашими руками и вашими трудами возвращается им наша благодарность, наш поклон. Благодаря таким мероприятиям в молодом поколении продолжает жить сила духа нашего народа. Воспитывается духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание. Ксения Бьюшкова, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ